МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии программы Наблюдатель Феокол Толстая. И сегодня разговор в нашей студии пойдет о военных фильмах. Чаще всего, когда произносят это слово сочетание, то кажется, что это фильмы каких-то 60-х, 70-х годов, когда снималось так много о Великой Отечественной войне. Но ничего подобного. Последнее время война все дальше от нас, в смысле исторического расстояния. Но все больше и больше внимания кинематографистов приковано к событиям 70-летней давности. И это касается и российского кинематографа, и не только, и мирового. Вот о современных фильмах о войне, о том, для кого они снимаются, какие идеи должны в себе нести, какой новый художественный язык они предлагают, мы сегодня поговорим с нашими гостями. Будем обсуждать правила ведения кинобоя, как мы для себя это сформулировали. В основном, я вам представляю, справа от меня, Ситор Алиева, киновед, программный директор фестиваля Кинотавр, который прекрасно представляет себе, что происходит в современном российском кино. И хочется еще отметить, что Ситор, когда училась в Авгике, то одна из работ ваших была как раз о военной... Да, фильмы, посвященные Второй мировой войне. Фильмы, посвященные Второй мировой войне. Так что у вас есть уже опыт такого анализа. Роман Васьянов. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Роман – оператор, выпускник в ГИКа. Снимал среди очень широкого зрителя известных работ, скажем, фильм «Стиляги» в 2008 году, после чего переместился в Голливуд. И вот сейчас на экраны наши российские тоже выходит фильм «Ярость» в главной роли с Брэдом Питтом. Да. Посвященная как раз событиям Второй мировой войны, последний год войны. Это даже апрель 45-го года. Апрель 45-го года. Это когда уже войска союзников были в Германии. Вот. Вот об этом фильме мы сегодня подробнее немножко поговорим. И интересно, как то, что мы в общем считаем такой вполне нашей темой, да, вот в фильме о войне, как это выглядит русскими глазами из Голливуда. Сергей Февралёв. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей – художник-постановщик, множество фильмов. Но сегодня нам бы хотелось обсудить ваш фильм, режиссёром которого был Карен Шахназаров, фильм «Белый тигр». Так же, как и «Ярость». Это фильм о танковых, о танке, о танковых сражениях. И мне кажется, что это с точки зрения художника очень трудная задача. Вот как из танка сделать главного героя, обсудим сегодня, как вы справлялись с этим. И слева от меня Сергей Шумаков. Наверное, не нужно скрывать от наших зрителей, руководитель телеканала «Культура». Но сегодня мы пригласили Сергея Леонидовича прежде всего как кинопродюсера, обладателя множества «Золотых орлов» и прочих других наград. И человека, который снимал, среди прочего, фильмы о войне. Вы сами сегодня назовёте. Я просто вот помню. На меня произведшие впечатления фильма из будущего. Фильм «Шпион». Фильм очень важная телеработа. Но это никак не умаляет её уровня в искусстве. Фильм «Жизнь и судьба», прямо связанный с войной. Приветствуем вас. Добрый день. Добрый день. Мой первый вопрос одинаково огромный. И оно, может быть, у вас найдётся для начала лаконичный ответ. Почему сейчас вновь вот такая волна фильмов о войне? Зачем они нужны? Почему их становится всё больше? Давайте начнём с вас. Почему вы стали снимать фильмы о войне? Потому что наверняка вы в детстве насмотрелись их огромное количество. Не только в детстве. Я во ВГИКе, между прочим, тоже был увлечён этими фильмами. Но меня, правда, интересовал аспект довольно такой неожиданный. У меня была работа по фронтовым кинооператорам. Потому что это совершенно особая эстетика. И я много времени провёл в архиве. Это потрясающая отдельная история. Если будет интересно, расскажу. Отдельный тоже у меня был вопрос. Вот как с кинохроникой современная эстетика сочетается и работает? Ну, вы ещё вернётесь к этому. Невероятно интересно. Я думаю, что для российского кино – это такой непрерывный процесс. Потому что Вторая мировая война, точнее Великая Отечественная война, для нас это главный национальный миф. И в той или иной степени он присутствует в нашем искусстве на постоянной основе. Потому что это то пространство художественное и идейное, в котором мы пытаемся сами себя осознать, как люди, как народ, как страна. Поэтому это такая непрерывающаяся постоянная тема. Что касается бизнеса, здесь всё немножко сложнее. Потому что мы находимся в ситуации, когда сменилось поколение. И фильмы для ветеранов, я их условно для себя так называю, потому что они являются главными экспертами. Они сменяются фильмами, в которых экспертами становятся эксперты. То есть люди, которые что-то где-то когда-то прочитали или видели. То есть неживые свидетели. Неживые свидетели. Это два разных состояния. Ну и, наконец, третье – это новое поколение зрителей, которые вообще, честно говоря, об этом с точки зрения личного опыта вообще ничего не представляют. Для них это другой мир. Они даже не только из личного опыта. Они даже просто с точки зрения какой-то фактологии не очень хорошо всё это знают, если сравнить, скажем, с советскими школьниками, которые историю Великой Отечественной войны просто как отчинаж должны были знать. Нет, я имею в виду в данном случае не такое рациональное знание, а там игры, которые составляют часть нашей жизни. Во что мы играем? Вот я играл в немцев. Во что играет нынешнее поколение в данном случае, мне сказать трудно. Но это была базовая такая ситуация, в которой я рос как ребёнок, как человек, как гражданин. Ну, они играют тоже в стрелялки. И это тоже связано очень с кино, потому что они, видимо, военную тему тоже так воспринимают. Ситур, может быть, вы продолжите? Да, с удовольствием. Почему сейчас такое внимание и такая волна? Сергей Леонидович говорит, что она непрерывная. Она непрерывная абсолютно согласна. Мне кажется, что всё-таки сейчас больше. Полностью, Сергей Леонидович, потому что есть Великая Отечественная война как историческое событие, а есть Великая Отечественная война как киножанр во всём мире. В России, в советском кино, в российском кино, в Европе и в Америке. Ну, там это Вторая мировая война, но понятно, что это... Это понятно, что Вторая мировая. Я сейчас говорю как о глобальном контексте, который всегда был под пристальным вниманием всех кинетографистов мира. Это невероятная тема, которая даёт миллион подтем и новых идей регулярно. Это возможность моделировать жанр этого фильма, модифицировать жанр этого фильма. Тарантино это доказал своими бесславными людьми. Это возможность выходить на другие уровни, обращать внимание. Вот вы заметили про курсовую мою, но меня интересовал сугубо сталинский этап военного кино. То есть в то время, когда величие, пафос, вот это всё, что было связано с военным кино, было доминирующим. Доминирующим сюжетом, героем. Сейчас всё по-другому. Это другая эпоха, и, безусловно, мне всегда интересно, как киноведу, знать, а, почему человек обращается к этой теме, б, что он делает основой своего фильма, концептом, да, что он вкладывает, какую энергию, каких героев. И сегодня как раз повод у нас есть, фильм «Ярец», да, который очень интересен мне, как киноведу, потому что он как раз работает в том направлении, который и не «Спасти рядового Райана Спилберга», и не «Тарантино». Это что-то между, да, и это свой почерк, это попытка найти свой киноязык на военной теме. Хотя работают определённые штампы, определённые стереотипы. И, конечно, Брэд Питт, который в данном случае является, мне кажется, главным, на ком концентрируется вся энергия, смыслы режиссёра, он прекрасен. Он прекрасен тем, что он даёт разные типы военного человека, который наполнен яростью бойца, который наполнен теплотой друга, который наполнен, знаете, такой эротической энергией мужчины с обожжённой спиной, когда он оказывается в доме с женщинами. То есть в нём столько смыслов и столько богатства, что, мне кажется, вся картина, которая в общем, вместо действия, который является танк, она строится на нём. И все остальные персонажи, они, конечно, раскрывают его и работают на него. Если у вас снимается Брэд Питт, как может быть иначе? Это естественно. Поэтому в данном случае первое это кино про войну, оно всегда амбиция. Это очень серьёзная амбиция людей, которые за это берутся. Амбиция – хорошее слово. Это крутая амбиция, на которую делается ставка и харизма, в данном случае Брэда Питта, безусловно. Ну и фантазии режиссёра, и вы, только оператора. Рома, ну видите, мы уже говорим о вашем фильме. Насколько для вас это было амбициозно, когда вы переехали и стали работать в Голливуде, и вдруг вам приносят сценарий, который для любого русского человека тема – это совершенно особая? Ну да, безусловно, тема особая. Просто я работал с этим режиссёром до этого, мы сняли такой маленький фильм «Патруль», и, в общем, мы друзья. И он мне спрашивал, говорил про этот фильм, может быть, года два ещё назад у него были идеи написать сценарий, и задавал мне всякие вопросы касательно и нашей истории, и нашего участия в войне. И потом буквально за 8 недель написал сценарий, дал мне его почитать. Я прочитал и сказал, что, на мой взгляд, это замечательный советский фильм о войне. На что я ему ответил? Он на меня посмотрел так. И потом, через две недели, каким-то образом, ну, конечно, продюсеры послали этот сценарий, скажем так, звёздам первой величины, среди которых был Брэд Питт, и просто как Брэд Питт сказал, да, я хочу быть в этом фильме, мы запустились буквально там за неделю. А что Брэда Питта зацепило? Кроме, может быть, самого героя, тема, насколько ему важна? Ну, если как бы глобально отвечать на ваш вопрос, почему там Вторая мировая или Великая Отечественная для нас является такой темой в кино, просто драматургия для сценария – это замечательное поле, замечательная среда, в которой можно раскрывать характер и писать замечательные истории. То есть такое кино нельзя написать о простой жизни. Именно война даёт возможность написать такой сценарий. И в связи с этим получаются очень интересные роли. А в Америке как раз, на мой взгляд, скажем так, актёрская школа и звёзды, они потому и звёзды, не потому что они получают большие гонорары, а потому что они просто хотят сниматься в хороших фильмах. И когда у тебя есть хороший сценарий, то этот сценарий можно показать любой звезде, и большие шансы, что это сильно ролем будет сниматься в этом фильме, даже если этот фильм не будет каким-то многобюджетным. Потому что наша картина не была какой-то сверхъестественной в плане своего бюджета. Поэтому просто был замечательный сценарий. Это самое главное, это мы знаем. Давайте посмотрим фрагмент танкового боя из фильма «Ярость», и потом обсудим, как это вам снималось. Вам, внуку танкиста, я знаю, что ваш дед был танкистом во время войны. Том, фрагмент, 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 фрагмент! «Ярость!» 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 Мы даем этот фрагмент без перевода, но, мне кажется, и так можно догадаться. Во-первых, это в основном междометие, да, и понятно, что сюжет разворачивается не в словах. Интересно тоже потом спросить Сергея, как вы смотрите, как художник на кино в чем-то похожее. Вас хочу спросить, насколько сложно снимать кино, действие которого происходит на очень большая часть, на двух квадратных метрах. В ванной, да. Ну да. Ну, в общем, это как бы главная была проблема с этим фильмом, потому что пять персонажей, которые сядут в очень маленьком пространстве. Лицо которых закрыто. Закрыто, свет практически не проникает внутрь танка, то есть там есть перископы. И как бы очень сложно было просто банально осветить даже актеров. А вы снимали в танке? Мы снимали, нет, это была построена декорация, но декорация была построена только 5% больше, чем реальный танк. При этом у нас был замечательный художник-постановщик, который строил декорации для аватара. И он сказал, что это, наверное, самая сложная декорация, которую он в своей жизни строил, потому что там должны были быть отъемные стены, все это двигалось, стреляло. Потому что актеры хотели полностью чувствовать, что этот танк движется, вибрация, когда происходит заряд патрона, чтобы скальзывала гильза. То есть это был огромный инженерный проект, который строился там два месяца, по сути дела. И главная была задача снять это максимально реалистично, чтобы у людей не было ощущения, что это снято не в реальном танке, а в студии. Хотя никто из людей, или очень мало кто из людей... На самом деле есть такой израильский фильм «Лебанон», где тоже все происходит в танке, но там как раз эта декорация большая, и поэтому иногда люди начинают вдруг так... Ты понимаешь, что у него расстояние от плеча до стены метр, что на самом деле настоящий Шерман, он буквально размер с этот стол, то есть там два метра, и люди находятся в таком положении, там невозможно пошевелиться практически. Я уже не говорю про Т-34, которые туда даже залезть нельзя. Поэтому было просто очень сложно. И на самом деле это как раз тот, скажем так, классический служае, когда очень, казалось бы, простое содержание, но люди в танке, что может быть сложного. Но на самом деле добиться этого требовало невероятных усилий. И второй момент, в нашем фильме снимался единственный настоящий уцелевший «Тигр» немецкий. Потому что во время Второй мировой войны, когда советские войска шли в Восток, а союзники Запада, вся немецкая техника уничтожалась. И каким-то чудом в Северной Африке англичане, когда они били там с группировкой в Африке танковой сражения, они отправили один уцелевший «Тигр» в Лондон. И после этого этот «Тигр» остался там в музее, такой в Бавингтон-музее. И, в общем, мы пришли в этот музей и сказали, ну мы не можем делать ни «Тигр», нам нужно снимать настоящий «Тигр», потому что во многих фильмах, в том числе и в вашем кино, это всегда какая-то фабрикация, или там на какой-то ненастоящий танк надевается, пытается сделать из него настоящий танк. Но это видно. Если люди, кто реально занимается историей, а Дэвид как режиссер, он очень пунктуален, потому что он бывший военный, а он знает там все звездочки, нашивки, отличия для него, это было неприемлемо. В итоге, когда мы снимали этот танк... То есть, подождите, вы его выкатили просто из зала музея, а? Да, мы выкатили из зала музея со страховкой в 200 миллионов долларов, насколько я не помню. Перевезли куда? В Америку или куда? Нет, привезли его, мы снимали под Лондоном. В Англии снимали. В Англии, да, снимали. И мы должны были снимать вот на такой в грязи поле, по сути дела, этот бой. Но музей сказал, что если вы его начнете там включать, то он застрянет, и мы его просто не вытащим. И в итоге нам пришлось снять всю грязь, положить бетонную основу в этом поле, по-моему, сверху чуть присыпать грязью, чтобы этот танк не завязал. Поэтому... Но когда этот танк завелся, со всего мира приехали какие-то люди, коллекционеры, которые просто стояли в сторонке, включая такого режиссера, как Питер Джексон, который собирает военный антиквариат, как оказалось, и просто смотрели, потому что это был первый старт двигателя настоящего немецкого тигра с 45-го года. Потрясающе. Вот, казалось бы, столько лет прошло, и это все уже абсолютно фантазии. И, как Сергей Леонидович говорит, что это просто все миф для каких-то наших современных идей. А вот при этом это так соединяется с конкретными артефактами. Сергей, я хочу вас спросить, сейчас у нас не просто разговор о военных фильмах, а уже просто, по-моему, мы говорим о танковых фильмах, о танкистах и о танках. Это очень трудная, опять же, как говорилось, амбициозная задача. В вашем фильме танк был главным героем. И вы должны были придумать какую-то художественную форму, как вообще его, как из него сделать героя? Ну, на самом деле, да, некая система, ну, говоря грубо, кукольного театра, когда в некоторых сценах отсутствуют полностью люди, и существует только техника, и она как-то взаимодействует, она была, была такая задача, попытка сделать это интересно. И чтобы просто искали, я знаю, что вы в эскизах искали образ, вот как-то пытались персонифицировать танк как главного героя. Ну, это было. Мы вообще поставили задачу создать такой миф о технике и собрать некую, начиная с первой сцены, когда мы показываем поле подбитых танков, мы уже их персонифицировали с людьми, мы уже в эскизах и в разработках делали людей с проломленными хребтами, или понуро, неуютно как-то, или нелепо погибшими танками. То есть мы уже технику разбирали, пытались её, в общем, действительно персонифицировать. Но главный герой – это немецкий танк при этом, да, «Белый тигр»? Ну, да. Но, в общем-то, это не совсем танк в нашей картине. Это всё-таки какой-то миф. Конечно, символа неистребимого, абсолютно экзистенциального, конечно. Почему вы обращались? К какому материалу, я имею в виду, к каким-то графическому, может быть, изобразительному? Может быть, что из культуры для вас было какой-то важный, такой политический стимул? На самом деле, самое интересное, что было у нас, редактор наш собрал потрясающие воспоминания. Он ездил к ветеранам и разговаривал с ними напрямую. Эти ветераны противоречили друг другу. У одних одни госпитали, у других другие, у одних одни танки другие. То есть вот эта неоднозначность, она, в общем, была основой. Что нет ничего однозначного и точного в понимании войны. Одного события. Это еще говорит мне о том, или я стараюсь догадаться, о том, что невозможно сейчас снимать фильмы о войне в какой-то документальной стилистике. То есть вот то, что, как вы говорили, фильмы для ветеранов снимались. Я помню, как мой отец, участник войны, смотрел фильмы. И понятно, что он вообще готов был понимать какой-то художественный язык и так далее. Но это не лезло ему в глаза. Он тут же говорил, вот так каску не носили, вот это не то. То есть они не могли отключиться от этой документальности. И поэтому и советское кино тоже следовало документальности. И снимали его ветераны очень во многом. А сейчас, мне кажется, что все фильмы, о которых мы говорим, и вот те идеи, которые... Это именно какой-то другой уровень мифологии. Нет, Сергей Леонидович? В рассказе Рома прозвучала замечательная параллель между советским и американским кинематографом. Во-первых, я хотел обратить ваше внимание на то, что это единственные две страны, которые могут себе позволить неполиткорректность в отношении к этой теме. Только две. И в этом, в известном смысле, заключены очень многие проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Что вы имеете в виду неполиткорректность? Я имею в виду, это две страны, которые реально победили в этой войне. Только две. Все остальное – это приставки. Ну, подождите, я не очень понимаю. Я, например, знаю огромный кинематограф польский. Тяжелейший, мощнейшая войне. То, что Польша просто размерами, и государство меньше гораздо, и Россия... Я думаю, Польша не сверхдержава, это мы понимаем. Но переживания поляков, чудовищные потери, чудовищная борьба поляков во время Второй мировой войны... И, во-первых, это очень трудно сравнить, как на весах вы... Это очень просто. Поляки переживали свою собственную национальную драму. Трагедию, конечно. Трагедию, да. В результате того, что случилось в Берлине в 1945 году, по факту осталось две страны, которые переживали это как трагедию мира. То есть Соединённые Штаты и Россия, бывший Советский Союз, это две страны, которые реально выиграли эту войну. Никаких нюансов. Хорошо. Я рада, что здесь нет англичан, например, в этой студии, которые тоже бы сказали, что, знаете... Нет, нет, нет. Англичане воевали... Или французов. Или французов. Давайте мы оставим эту тему. Я просто то, что сказал, то я сказал. Я не хотел бы продолжать эту тему, потому что она ключевая. Ключевая в том, почему так развиваются американские кинематографы, и так развиваются русские кинематографы. Ключевая тема. И почему так развиваются Соединённые Штаты, как страна, и так развивается Россия, как сегодня развивается Россия. И поэтому в известном смысле мы лучше всех понимаем друг друга, и в этом смысле похоже невероятно. Нет, но это только две картины. Поэтому вот эти две картины, простите меня, это же клоны. Вы посмотрите, они задуманы, они сделаны с одним удивительным маленьким нюансом, который отличает нас принципиально и в жизни. А для русского сознания невероятно важно сейчас обрести некую новую мифологию. То есть открыть в видимом историческом знании что-то лежащее глубоко невидимое. Глубоко невидимое, конечно. И вот здесь начинается потрясающая история, которая начинается, естественно, для меня лично начинается, как ни странно, с такой великой неудачи Михалкова, я ее называю так, с его цитадели. Это первая такая грандиозная попытка создать национальный миф, но не совсем как бы состоявшийся в контакте со зрителем, но это великий фильм, как замысел. После этого появляется достаточно много картин. Вот я не знаю, на личном опыте я проснулся в 6 часов утра в июне месяце, отправился гулять и вдруг понял, что там снимать фильм про Великую Отечественную войну сегодня, так, как это делали в 60-е годы, невозможно. Да. Просто невозможно. Да. Не то, что невозможно, я не хочу этого. И тогда мне пришла безумная идея реконструировать и построить мир 41-го года, так, как он был задуман сталинскими архитекторами еще в 30-е, 35-м году. Надо мной смеялись, понимаете? А я ничего с собой не мог поделать. Мне нужен был этот мир, который реализовался как гигантская империя. Вы имеете в виду фильм «Шпион». А давайте у нас есть просто фрагмент этого фильма, давайте мы вам посмотрим, продолжим разговор. Есть одна идейка. Как сломать всю игру англичанам? Мне в иностранном отделе парнишка. Он мне наскоро рассказал, без подробностей. Я спешу к вам. С собой догадался захватить? Хватит, хватит. Молодец. Давай веди. Старший лейтенант Когол. Расскажите мне эту вашу идею. Вот это такая идеальная Москва. Да, это идеальная Москва сталинская. Но чтобы вам не показалось, что я пытаюсь построить какую-то такую отвлеченную конструкцию, говоря о Сталинграде, я имел в виду прежде всего две картинки, которые удивительным образом совпадают по месту действия. Это «Дом Павлова». Это фильм «Сталинград» Борначука и фильм «Жизнь и судьба» Урсуляка. И как по-разному это решено. Потому что Урсуляк сделал великую, на самом деле, картину. Он такой толстовский взгляд, простите. Это и Гроссман написал, как «Жизнь и судьба» даже название. Он реализовал, он как бы дотянул советский кинематограф до невозможности, до сегодняшнего дня. Он сделал великое кино. Не даром она черно-белая. Она черно-белая, оно такое стилизованное. А Федя Бондарчук сделал совершенно другую историю. Он тоже попытался сделать вот этот потрясающий миф, который носит глобальный такой характер. Это не национальный миф. Поэтому у него так много политкорректного в его истории. На самом деле он создал такой современный миф о Второй мировой войне. У меня пора используют технологии. Это самое важное, чтобы найти нового зрителя, нового поколения. Ему нужен был этот контакт, и он его нашел. И он его нашел. Это главное, потому что «Сталинкрат» и есть совмещение художественного содержания с новыми технологиями. Совершенно. И это соединение дало фильму получить и кассу здесь, например, и в Китае. То есть это то, о чем вы тоже думали. Я знаю, что я раздумывалась как фильм для новой генерации. И они как бы, я не знаю, насколько открыто они об этом говорили, но это реально фильм для нового поколения зрителей. Это реально картина о том, что война – это, в общем, и есть передоз тестостерона. Что война – это смерть, грязь и кровь. Что война ужасна. Что взаимодействие мужчин в танке, вне танка, в доме с женщинами – очень сложная структура жизни. В любой стране, на любой войне. Это картина не только о том, что есть вот американцы и немцы, которых они хотят на своем танке все-таки раздавить и убить. Картина о том, что есть еще жизнь внутри этих мужчин, самих американцев. Это тоже интересная часть. Для меня, как киноведа, очень интересно понять, как, используя клишированный стереотипный характер, режиссер пытается все-таки создать свое. Да, и это здорово. В этом есть определенный момент смелости. И мне нравится работа Ромы, который сознательно сосредоточился на глазах. Вы так долго говорили про танк. Ведь это действительно умело снять глаза новобранца, который вот от рассвета до рассвета прожил всю жизнь. Может быть, это был единственный главный день в его жизни, когда он увидел смерть, когда ему сказали «убивай», и когда ему сказали «иди к девушке или пойду я». Да, зайдя в дом, все-таки между сражениями, и, наконец, у мужчин бывает время зайти в дом, где и женщина съест яичницу и почувствовать тепло ее тело. Это очень важно. Мне понравился фильм Шахназарова. Я прошу прощения. Мы для этого здесь собрали. Он мне понравился именно потому, что он взял танк и превратил его в живое существо. Он его сделал, ну, как бы анонимным. У него тигр – это некое странное такое существо. Играет музыка. Как можно оживить вот 40 тонн этого железа, но он оживил, он придал этому мистическую какую-то невероятную силу. Там не было ни одного немца. И там ярость была, знаете, почти как особое вещество такое. Оно эфемерное. Невидимое. Оно есть. Он его боится. Он его боится. Совершенно верно. И мне кажется, в этом смысле это некий образ русского кино, который идет устойчиво в этом направлении. Хотя, трудно спорить, американский фильм более человечен, наверное, и более для зрителя. Он такой азарт. В данном случае как раз Рома привел пример фильма лауреата Венецианского фестиваля. И не будем забывать, что и ваш режиссер, и режиссер фильма «Ливан», они участники сражений, они солдаты. Я не знаю, у нас просто, как бы вы сказали, что сейчас нельзя снимать кино о войне так, как можно было снимать там 40-50 лет назад. И как раз у меня какой-то, может быть, мой первый фильм в моей карьере. Обычно я очень мучаюсь, когда получаю сценарий, не знаю, как его точно снять. А вот с этим фильмом, когда только я прочитал сценарий, мне абсолютно было понятно, как его нужно снимать. Вот именно не в плане техническом, а такое визуальное. Видение. Да, видение. И мы стали связаться с Дэвидом, и первое, что он показал, это проверка на дорогах. Мой друг Иван Лапшин, все фильмы Алексея Германа-старшего и «Иди смотри», безусловно, Элема Климова. И как раз потому, что мне казалось, когда у тебя есть такая сильная конструкция, сценарий, а сценарий был просто, как он… Дэвид может писать, он написал «Тренировочный день». Он может написать 90 страниц, в которых не будет вообще ничего личного. То есть вы снимаете 90 страниц, и вы потом не можете вырезать ни одну сцену из этих 90 страниц. Настолько профессиональный, чёткий сценарий. И когда я стал показывать эти фильмы, мы сошлись на том, что… Ну, на самом деле, предположим, в этом фильме нет вообще ручной камеры. То есть мы никуда не бегаем, не трясём, не пройдём к какой-то личной динамике. Мы как бы на длинных объективах наблюдаем издалека за этими героями. То, что, на самом деле, делал Герман в своих фильмах, когда камера была очень отстранённым участником. И мне кажется, за счёт этого фильм с Брэдом Питтом приобрёл некоторое чуть-чуть другое, более глубокое звучание. Потому что, что происходит в нашем кино? Ну, у нас берётся русский фильм… Я просто как человек, который снимал и тут, и там могу это сказать точно. И из него все усиленно пытаются сделать фильм американский. Хотя, как бы, это, может быть, и не нужно делать. У нас достаточно самодостаточный кинематограф, но всё равно всех смотрят американские фильмы. И получается такая странная комбинация. Например, «Стиляги», которые вы снимали, тоже такие… «Стиляги» – это была такая абсолютная попытка сделать русский мюзикл в стиле Чикаго, условно говоря. То с этим фильмом у меня было какое-то стойкое ощущение, что когда у тебя есть уже Брэд Питт в кадре, ещё более американским фильмом становится ненужным, потому что он уже американский. Поэтому, может быть, как раз нужно сделать противоположное, стать каким-то более простым фильмом и более, что ли, трогательным. Более русским фильмом. Более русским фильмом, трогательным и человеческим. И как бы Дэвид так меня слушал, он сначала сомневался, но потом, когда мы стали снимать, он понял, что «Миссика» – это магия. И как раз то, что происходит сейчас в Америке, когда критики пишут совершенно фантастические ревьюз, отзывы на этот фильм, мне кажется, что их тронуло именно то, что это не бесславные ублюдки, где и шика голливудская. Это очень такая тихая европейская картина по изображению с таким голливудским внутренним драйвом, стержнем, секшеном голливудским. За счет этого получилось какое-то такое странное сочетание советского, американского кино, что, на мой взгляд, очень интересно. И такого кино я еще не видел. Мне казалось, что вот именно это… То есть, если вы увидите, у нас Брэд Питт ходит достаточно много на общих планах, со спины. Хотя в Америке, когда у тебя звезда такого величины, там обязательно нужны крупные планы, там, потому что это и есть… Пропадает, просто деньги пропадают в кадре. У нас это все… И Брэд, на самом деле, ему очень это понравилось, потому что видна его как бы мимика, ну, то есть джесты, тело, язык тела. Поэтому мне кажется, что, на самом деле, возвращаясь вообще еще к более вашему предыдущему глобальному вопросу о разнице, там и так далее, мы очень все близки и похожи. – Невероятно похожи. – Невероятно похожи. – Вы поддерживаете идею Сибири Аниси. – Да, вы поддерживаете, как есть. – Слава богу, что в этой студии не произвучал главный вопрос, который мне задает, говорит, ну, про то, что… Ну, вы же понимаете, что Советский Союз выиграл Вторую мировую войну. – А ваш фильм – это не… – Да. – Говорит, почему в вашем фильме не сказано о роли Советского Союза во Втором мировой войне? Мне всегда хочется спросить, а в каком советском или российском фильме сказано о роли союзников? У каждой страны своя история. – Это ужасно полезная тема. – И, на мой взгляд, люди это спрашивают немножко от такого недообразованности, что ли, я не знаю, от недопонимания, что на самом деле и там, и там гибли в итоге простые люди. Политики делали политику. И в фильме есть такая фраза, что история, что как бы история останется в веках, но факты, они всегда бесчеловечны. Вот, поэтому, ну, как бы там и там гибли простые люди, и это, наверное, самое важное. – Ну да, а потом… – Я прошу прощения, вы знаете, дело в том, что политику-то делали политики. – Ну да. – Но делали они, во-первых, их было… – Руками людей. – Их было очень мало. Почему-то про это забывают. Их было всего трое. – Да, вообще трое. – Только трое. – На данный момент. – Делали они, как это ни странно, в тех местах, которые сейчас, в общем, сильно-сильно будоражат мир. Потому что все главные документы, а потом, как будет устроен мир, были подписаны в Ялте. – Угу. – Тремя персонажами. – Это наш реверанс в сторону Великобритании, которую мы немножко скинули с корабля истории чуть-чуть раньше. – Она не скинула, она просто… Ну, у него были свои проблемы, скажем так. Ну, действительно, это такая очень серьёзная история. Поэтому для тех, кто сидел за этим столом, это была одна война, а для всех остальных, извините, это другая война была. – Но это ещё вопрос, зачем мы сегодня делаем об этом кино. Вот если мы говорим о том, что независимо от того, с американской стороны, с русской стороны и даже с немецкой стороны, да, Германия тоже переживает все эти десятилетия. Это ужасно, это гибель людей, это то, чего мы не должны допустить. Потому что вот об этом матчизме, когда говорит Титора, я понимаю, что все мальчики играют в стрелялки, но, с другой стороны, разве мы не должны транслировать, что это страшно? Разве не это ждали от нас наши деды, говоря каждый раз, вот просто повторяя, вот лишь бы не было войны, вот лишь бы не было войны. – Очень важно в подходе к культуре к кинематографу всё-таки понимать, да, что есть вот такое мифологическое, большое национальное кино, которое воспроизводит главные установки, главные мотивы и ценности, которые позволяют нации осуществлять себя как нации. И гражданину, который является частью этой нации, да, чувствует себя в этом смысле, ну, персонажем полноценным. Ничего с этим не сделаешь. Это некая машина по воспроизводству и моделированию людей. – Я хотела очень ещё Сергея включить в этот разговор, и, кроме того, у нас есть фрагмент фильма «Белый тигр», который тоже мы хотели посмотреть. То есть столько всего ещё надо успеть за оставшиеся 15 минут. Вы хотите что-то сказать? – Добавить. – Добавить, да. Потом посмотрим фрагмент. – Дело в том, что мы тихонечко сходимся к тому, что, в общем-то, война не закончилась. То есть вот в реальности, говоря о Гомере, о Трою, мы понимаем, что из-за женщины, украденной самой лучшей, самой красивой на Земле, войны уже не будет. Может быть, это заслуга лично Гомера, может быть, ещё какой-то культурный подтекст в этом существует, но это произошло за счёт определённого произведения искусства, определённой культуры, определённого развития цивилизации. Что касается Великой Отечественной войны, почему мы говорим всё время о мифологии, потому что мифология – это как раз расставить точки над «и». Это всё определить. – Я не согласен. – Очень точно. На данный момент воронки не заросли, и раны не зарубцевались. Мы до сих пор используем риторику того времени. Это тоже всё сейчас в новостях. Мы до сих пор… Это борьба не только меж людьми, это борьба внутри нас, внутри нашей страны. То есть это бесконечный конфликт, которым мы никак не можем определиться в этом конфликте, что есть хорошо, что есть плохо. Пока что это правда. – Мне кажется, более очевидно, в более чёрно-белой ситуации в нашей истории нет. Можно подвергать сомнения, обсуждать и искать другие точки зрения в любых исторических событиях – революция, Первая мировая война, не знаю, хрущёвская оттепель. Но 41-45 – это просто попробуйте сказать хоть что-то, кроме того, что укладывается в абсолютно чёрно-белую картинку. – Это мы с вами за столом можем понимать здесь, но на самом деле существует… – Что на самом деле тоже не очень хорошо, по-моему. Вот такие яркие краски и больше ничего. – Нет, существует всё-таки огромное количество людей, которые в этом не убеждены. – К сожалению, да. И нам приходится и дальше снимать фильмы… – Вы, простите, не убеждены в чём? – Не убеждены в том, что вот это хорошо, это плохо. И нам приходится дальше снимать эти фильмы. – Я не знаю таких людей, правда. – Вы в приличной компании находитесь. – Ну, не знаю. Это опять же мы уходим в сложные политические вопросы, но тем болезненнее мы видим, что это тем… – Я бы всё-таки этот узелок затянул, потому что Серёжа право абсолютно. – Поиск мифологии – это всегда завершение. Это завершение чего-то очень важного. Вы знаете, что гражданская война не закончилась бы в её таком вот первом романтическом виде, если бы не появился фильм «Чапаев». Потому что он как бы завершил, окончательно он оформил все эти состояния в некую формулу, которая, кстати, работает до сих пор. Поэтому поиск вот такого мифа о Великой Отечественной войне это движение в сторону завершения этой войны для меня. – Вы знаете, что до сих пор по опросу социологов победа в Великой Отечественной войне остаётся главным праздником в России. – Тогда что же у нас… Какие же точки над «Ини» поставлены? – Пока это факт. И, естественно, взаимодействие с фильмами, мне кажется, это как раз одна из мотиваций, проявление интереса к подобным темам и подобным фильмам. И мне кажется, что когда сегодня зритель идёт в кино на российскую картину, да, вот, смотреть фильм о войне, он идёт смотреть на самом деле фильм о сегодняшнем дне. Да, он просто идёт смотреть историю определённую. Он не думает о том, какая это эпоха. Ну, он знает факт, факт наличия войны. Но я не думаю, что он платит за то, чтобы увидеть что-то из того времени. Он платит за то, чтобы почувствовать эмоции сегодняшнего дня. То есть его взаимодействие с экраном. Его взаимодействие с той историей, которую ему рассказывает автор. Это немножко личностный и другой подход зрителя. Мне так кажется, что это уже… – Самый лучший ключ к зрителю – вот такое личное взаимодействие. Но тем ответственнее должны быть кинематографисты, транслируя те или иные, вкладывая в голову идеи. Я всё-таки хочу успеть ещё посмотреть небольшой фрагмент из фильма «Белый тигр». Мы сегодня о нём много говорили. И небольшое интервью Карену Георгиевичу Шахназарова. Мы взяли заранее. Давайте послушаем его слова и фрагмент «Белого тигра». – Во всяком случае, мы старались сделать, во-первых, очень достоверную картину войны. В нашем понимании, так сказать, во всяком случае, мы стремились к созданию такой максимальной достоверности. Но с другой стороны, да, понимаете, когда «Белый тигр» там фантастические… Ну, это должна была быть фантастика, которая… Ну, как вам сказать? В принципе, ведь эту картину можно посмотреть совсем по-другому. Там всё время говорят, что Надёнов уже сошёл с ума этому, который поверил персонаж Кищенко, там, майор Федотов, который верит ему и верит, что это танк без экипажа. Ему тоже говорят, слушай, ты сошёл с ума. То есть там… Это некая грань, которую мы стараемся вот так и оставить на грани. Разве мы не осуществили потаённую мечту каждого европейского обывателя? Разве не в этом была причина всех наших побед? Ведь все знали, что то, о чём они боялись рассказывать даже своим жёнам, мы объявили ясно и открыто, как подобает мужественному и цельному народу. Они всегда не любили евреев. Всю жизнь они боялись эту мрачную, угрюмую страну на востоке, этого кентавра, дикого и чужого Европе, Россию. Я сказал, просто давайте решим эти две проблемы. Решим их раз и навсегда. Разве мы придумали что-то новое? Нет. Мы просто внесли ясность в те вопросы, в которых вся Европа хотела ясности. Вот и всё. С тех пор, как Земля вращается вокруг Солнца, пока существует холод и жара, буря и солнечный свет, до тех пор будет существовать и борьба. В том числе среди людей и народов. Если бы люди остались жить в раю, они бы сгнили. Человечество стало тем, что оно есть благодаря борьбе. Война – естественное, обыденное дело. Война идёт всегда и повсюду. У неё нет начала, нет конца. Война – это сама жизнь. Война – это отправная точка. Страшно, на самом деле, конечно, это слушать. И вот этот монолог Гитлера, немножко как-то я так подёрнулась, ещё и того, что он тоже говорит о ясности и отчасти о расставлении точек над «и», о котором мы говорили со своей стороны в отношении создания мифологии и, наконец, и вот эта воинствующая или военная риторика «есть правы и есть враги, и больше нет ничего». Не кажется ли вам, что в 21 веке так важно говорить о том, что люди разные, что им нужно уживаться? Простите, что я уже на какой-то совсем философский уровень, но когда такие монологи произносятся, мощные, просто трудно о чём-то другом думать. Ну, вы знаете, в данной картине, о которой мы говорим «Ярость», там война как раз называется работой. Это из «Белого тигра» сейчас. Я знаю, но если возвратиться к американской картине как раз, именно «Белый тигр» – это абсолютно философское кино. Да, оно гораздо больше, чем национальные вещи. Это другое. А если опуститься в танк, про который мы начали говорить, там ребята конкретно говорят. Это лучшая работа. Вы понимаете? Парадоксальным образом. И то, что Рома сделал в этой картине, это, мне кажется, его огромная заслуга. И вообще режиссер должен вам сказать… Вы знаете, я… Спасибо, потому что он дегламоризировал войну в своей камере. Да, он сделал всё, чтобы показать её мерзость. Да, и отторжение от того, что она вообще, в принципе, не должна присутствовать в жизни человека. Да, как бы эти ребята там не изображали себя то героями, то, в общем, не героями – это уже не важно. На мой взгляд, просто, опять же, возвращаясь к мифологии, был фильм, упомянутый «Утомлённый солнцем 2». Да. На мой взгляд, может быть, это… То есть, с одной стороны, я понимаю, что это некое стремление нашего кино и вообще общества создать некий мифологический буфер. Наверное, я не знаю, с чем это связано. На мой взгляд, может быть, это есть большая проблема, потому что, на мой взгляд, всегда самые искренние и чувственные какие-то вещи, они выражаются в очень простых историях, в которых нету многослойности. И вообще кино, на мой взгляд, оно не терпит каких-то миллионов подурований. Потому что, если вы посмотрите на фильм «Апокалипсо сегодня», по сути дела, это простое роуд-муви, когда несколько людей на катере едут по реке и встречают на дороге персонажей, проходят некий путь, ищая этого полковника Курца. То есть, на мой взгляд, что произошло, может быть, с фильмом «Утомлённый солнцем 2», что там была попытка такая, что ли, создания мифологии, такой толстов, в столстовском понимании, когда из капли рождается мир. Но, на мой взгляд, перенесение это на экран невозможно. Просто потому, что это становится настолько сложной конструкцией, что понять её просто очень сложно любому зрителю. Простите, но вы передёргиваете. Вы забыли, чем заканчивается «Апокалипсис». Да, это уже другой уровень. Понятно, я понимаю, что это другой уровень, но всё равно по своей сути... Нет, даже попытка была выскочить. По своей сути, поймите, я просто читал из сценария «Апокалипсиса», если вы читаете конкретно сценарий, те вещи, которые были найдены там, уже в конце с полковника, это вообще была полная импровизация, потому что Барандо не знал текста, это известная история. Они не знали, чем закончили. И он потолстел, да. И он сильно потолстел. И они просто стали его снимать на фоне огня, и в итоге родился вот этот финал под музыку «Дорс», который стал... Но по своей сути, весь фильм начинался с очень жёсткого и правильно выставленного сценария. На мой взгляд, как раз именно, может быть, и есть вот этот ключ к такому хорошему, зрительскому, честному кино в том, что большие вещи... Сергей сейчас скепсисом вас слышит. Он как бы начинается с каких-то очень правильных, таких, ну что ли, простых установок в начале, как мне кажется. А в вашем кино всё равно зритель будет искать мифологию, он в этом нуждается. Безусловно, но так он уже сам создаст для себя. Мы её не пытались показать. Она идёт через персонажей и через то же самое, как фильмы Германа, в которых очень всё просто происходит, но и в итоге каждый для себя находит не что-то своё. А когда кино становится перегруженным, на мой взгляд, здесь возникает очень много вопросов. И не всегда в итоге то, что хотят донести этой перегруженности, оно доносится. Вот что мне кажется. Возвращаясь к началу разговора, может быть, удастся и красиво выскочить. Выскочить из этого сложного положения, в которое мы себя загнали. Я занимался много военной хроникой. Я вам должен сказать, с полной ответственностью. Тот взгляд, который существует, именно взгляд, то есть операторское видение, которое существует в кинематографе, в значительной степени продиктовано тем объёмом хроники, который существует в архивах. Большим объёмом, да. Гигантским. Миллионы метров. Это совершенно поразительно. Чтобы вы понимали, насколько это драматичная история, там совсем коротко, выходит фильм «Зеркало» Тарковского, если вы помните. Я лично присутствовал на его обсуждении, когда сцена с Севашем, хроника, помните, там потрясающая хроника внутри. Когда военный человек в очень высоком звании, в высоком положении, говорил, что это фальсификация. Он говорит, что этого не может быть, что наши воины не были такими оборванными, что 5-й, 6-й, 10-й. И он искренне рассказывал, будучи, кстати, военным и таким ветераном, что это невозможно. Эта хроника принадлежит камере самого выдающегося оператора Сущинского, который это снимал в реальных условиях в Севашем по пояс в воде. Он снимал эти потрясающие. И Тарковский их вытащил. Он их вставил в фильм. Этот фильм заработал. И у нас появился, извините, Герман. Ну, Герман я имею в виду. Герман как некое стилистическое послевкусие. Вот эта потрясающая война, которая увидена с точки зрения человека, который тащит на себе миномет без штанов, в грязи, на многие километры, голодный. Вот эту войну, которую вдруг неожиданно увидели в хронике. И потом родился потрясающий кинематограф. Поэтому вот... А мы сейчас так не снимаем. Мы не снимаем, как человек тащит миномет без штанов, без сил, не имея. Понимаете, в чём дело? Сталинград – это компьютерная игра какая-то такая. У каждого времени есть свой вот этот удивительный операторский взгляд. Я под оператором, имею в виду некого, знаете, такого глобального оператора. Художника и оператора, режиссёра. Да, как вот есть таинственный танк, так и есть таинственный оператор. Вот для меня он такой, он всё время меняет объективы, и появляются всё новые и новые краски. Так какая наша краска сейчас? Какой надо пользоваться? Вот так вот я спрошу в финале. Вы знаете, этого кажется странным, но нам никуда не деться от этого потрясающего пересечения, пересечения только, вот этого опыта американского кинематографа и русского кинематографа. Потому что, по большому счёту, это такие два сообщающихся сосуда. Если вы их напрямую соедините, то они отравят друг друга. А вот так опосредованно, опосредованно, всё равно технологии, которые предлагает американский кинематограф, жёсткости истории, понимание, как работать с актёром, который является суперстар, который объединяет всё, это один опыт. Но та нежность и трепетность, с которой рассказывается у нас о... Ну, я не знаю, ну, возьмите Урсулика, возьмите эту потрясающую сцену в доме Павла. Это фантастическая совершенно не работа. меня душит слёзы, потому что там ничего не происходит. Они просто разговаривают. Вот как без этого? А это опыт русской литературы, советского кино. Да, это от этого не бывает. Это генетически растёт. Поэтому я думаю, что к вопросу о мифах мы должны помнить, что есть ещё художественный язык, который развивается вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. Спасибо вам большое. Мне кажется, что очень серьёзные мысли здесь были произнесены, и какие-то итоги, и примирение какое-то в конце мы нашли. Благодаря Сергею Леонидовичу хочется посоветоваться нашим зрителям только смотреть премьеры, которые сейчас выходят, и, может быть, пересматривать какие-то важные для вас фильмы, для каждого поколения они свои. Я благодарю наших гостей, киноведа Ситору Алиеву, Романа Васьянова, оператора фильма «Ярость», Сергея Февралёва, художника фильма «Белый тигр» и кинопродюсера Сергея Шумакова за этот такой непростой разговор. Может, простые разговоры неинтересно слушать. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо.